Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Впервые, как сказано в тексте, опубликованным заводом, нарушения выявили в 2018 году после массовых проверок из-за пожара в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Большую часть не устранили, хотя арендатор отчитался о том, что все исправлено. Новые проверки в конце 2020 года выявили около 30 нарушений. А в конце декабря был заключен договор с новым арендатором, о чем старого, по данным владельца помещений, уведомили. Им, кстати, как говорят в родине, стал ее бывший владелец, который теперь продвигает другой фитнес-клуб. Он уже приступил к проектным и строительным работам на объекте, говорится в релизе Лепси. Программа Экономика. Кировское правительство довольна тем, как осваивает федеральные деньги. По уровню освоения средств в прошлом году регион на пятом месте в Приволжском округе. Об этом было объявлено на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка. Область в прошлом году получила на региональные проекты около 7 миллиардов рублей. С федеральной казны освоили 98%. 1 марта в Кировской области подорожает проезд на электричках. Региональная служба по тарифам приняла решение еще в конце января. С первой по вторую зону следования по маршруту проезд составит 27 рублей за одну 10-километровую зону. С третьей по четвертую 26. Поднимется тариф и по другим зонам в среднем на 1 рубль. Вместе с тем цена на проезд в городском транспорте Кирова пока останется прежней. В РСТ решили, что кировчанам не по карману. Будет повышение стоимости проезда. В завершении о валютах. Доллар сегодня 73 рубля 75 копеек. Официальный евро 89,67. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.